Дефицит, планируемый на 2022-2023 год, окажется заметно выше, чем тот, который утвердила Госдума, Совет Федерации подписал президент. Здесь два основных фактора. Первый фактор – это некоторое замедление реакции доходов на ситуацию, происходящую в экономике, несмотря на то, что нефтегазовых доходов в ноябре достаточно большой приток средств был связан с дивидендами «Газпрома» и дополнительным НДПИ. Это первая причина, но, собственно, не нефтегазовые доходы за исключением вот этих хванов историй продолжают чувствовать себя не так хорошо. А вторая причина – это более высокие плановые расходы по итогам этого года. В первую очередь речь идет о росте расходов, и часть этих расходов – это перенесенные с 2023 года расходы на 2022 год. То есть в конце декабря Министерство финансов рассчитывает авансировать расходы, которые на самом деле относятся не к текущему году, а к будущему. И вторая часть – это менее значительное, но, тем не менее, отклонение вниз от доходной части. Если смотреть на оценки Минфина, то он планировал примерно 27,7 триллионов рублей доходов получить в этом году. Скорее всего, мы увидим цифру примерно на 500 миллиардов рублей меньше доходов. Это связано, конечно, с снижением цен на нефть. Скорее всего, Минфин будет заимствовать в основном у крупных госбанков. Госбанки будут рефинансировать покупки ОФЗ в Центральном банке, что означает, по сути, просто денежная эмиссия. И чудес не бывает, если государство начинает печатать деньги, инфляция разгоняется. В нашем базовом сценарии мы не видим существенных рисков выхода инфляции за ожидаемый Центробанком «Горизонт». Диапазон 5-7% исключительно из-за притекущей направленности бюджетной политики. Мы считаем, что инфляция может быть все-таки ближе к уровню 5-6% в следующем году. Поэтому непосредственно повышение ставки на следующий год мы не закладываем. Но действительно, если потребуется увеличивать расходы бюджета, дефицит будет расти. И, собственно, Минфину придется искать дополнительные источники финансирования, которые могут быть, собственно, или средства ФМБ, либо дополнительные заимствования. И основными покупателями сейчас в основном являются банки. То в этих условиях действительно Центробанку не удастся, наверное, снижать ставку до тех уровней, которые мы допускаем в рамках нашего базового сценария. А при достаточно, наверное, негативном развитии событий, заметно более высоком дефиците, возможно, Центробанку придется и несколько повышать ставку, опять же, для того, чтобы обеспечить инфляцию в следующем году в прогнозном диапазоне 5-7% и ее последующее снижение до 4% в 2024 году. Я думаю, что Центральный банк уже сейчас видит предпосылки к ускорению инфляции, поэтому Эльвира Набиулина озвучила, что Центральный банк может остановить цикл снижения ставки, хотя некоторые участники рынка верят в то, что ставка может быть еще раз понижена. Мне кажется, Центральный банк понимает, что сейчас понижать ставку уже некуда, иначе ее придется слишком резко повышать в следующем году. Но будет или нет Центральный банк повышать ставку, сложно пока сказать, потому что стоит задача стимулирования экономики, и государству также невыгодно, если будет резко увеличиваться стоимость заимствами для Минфина, это еще больше особый бюджетный дефицит, поэтому вполне не исключая ситуацию, что ставка в следующем году будет ниже уровня инфляции. Прямого значительного воздействия, наверное, на курс рубля мы поначалу не увидим. Скорее речь идет о том, что, в принципе, если действительно Министерство финансов продолжит финансировать расходы независимо от того, что доходы бюджета будут ниже планируемых, то мы увидим, в принципе, меньшую гибкость со стороны импорта, потому что часть расходов – это будут социальные меры поддержки, которые поддерживают потребление, то есть это, в принципе, при прочих равных условиях должно поддерживать потребительский импорт. И часть расходов будет инвестиционных, в частности, по линии ФНБ будут производиться расходы, связанные с инфраструктурными проектами, для них тоже, в принципе, будут приобретаться определенные объемы импортных запчастей и комплектующих, то есть импорт будет менее гибким к торговому балансу, к снижающимся объемам экспорта, и, в принципе, это будет дополнительным фактором в пользу некоторого ослабления рубля. Выброс большой рублевой массы, который уже происходит, он также, я думаю, что неминуемо приведет к ослаблению рубля. Если посмотреть на соотношение цены нефти и курса рубля, то видно, что курс сейчас резко завышен относительно исторически, каким был курс рубля при такой же цене нефти. Я думаю, что мы можем увидеть как минимум 80-90 рублей за рубль курс. Уже в начале года это просто курс балансирующий то, что уже случилось, то, что уже снизились цены на российскую нефть, EURUS. Но дальше, если мы будем видеть какие-то новые ухудшения, дополнительный всплеск инфляции, дальнейшее снижение цен на нефть, то, наверное, на этом ослабление рубля не остановится, и рубль будет ослабить дальше. Ну, во-первых, существуют ценные бумаги с привязкой к инфляции государственные, так называемый линкер, у которых номинал индексируется по инфляции. Хотя, опять же, тут нужно иметь в виду, что инфляция, конечно, ускорится. Например, во втором полугодии она будет повыше, чем в первом. Но, опять же, все-таки основной инфляционный шок, он пришелся на текущий год. И, в принципе, в общем-то, дальнейшая, скажем, индексация этого номинала инфляционных бумаг она, вряд ли, будет, что называется, значительной. Но, в принципе, безусловно, линкеры, они защищают от инфляции. Пока, мне кажется, достаточно просто инвестору действовать. Это перевести свои сбережения в валюту. Можно купить инструменты, облигации или депозиты в китайских юанях, чтобы избежать риска блокировки евровых или долларовых инструментов. Также сейчас на российском рынке появились замечающие облигации. Это облигации российских эмитентов, таких как «Газпром» или «Луко», по которым выплаты идут в рублях, но по курсу доллара или евро центрального банка.